Аеон. Этот пэринг засел в сердцах многих фанатов РЕ сообщества и является скорее всего самым популярным. К нему можно относиться по-разному. Люто ненавидеть, искать причины, почему данная пара несостоятельная или же наоборот, в каждом движении видеть намек на отношения. Многим парням нетрудно ассоциировать себя с наивным полицейским, который еще никогда не испытывал сильных чувств и позволил обвести себя вокруг пальца. Или же девушкам, которые всей душой любят одного человека, но не могут с ним быть по энным причинам. Многим поклонникам тяжело представить появление Леона без Ады, ведь уже привыкли, что там где он, там и она. И несмотря на то, что у нас есть такие примеры, но при первом просмотре не покидало чувство надежды, что Ада вот-вот составит Леону компанию. К тому же добавились еще и ремейки второй и четвертой части. Но прежде чем поведать их историю, давайте как кратко глянем на виновников данного видео по отдельности. Леон Кеннеди. На момент события второй части юный полицейский, который с отличием закончил полицейскую академию. Идея стать копом у него возникла после того, как его семья стала жертвой преступления, а самого его спас как раз-таки полицейский. Он не бросает людей в беде и старается помочь каждому. Тем более, девушек он считал, что их нужно защищать любой ценой. В этом плане он был старомоден. Обладает огромным чувством справедливости и долга, имеет спокойный характер. Он часто проявляет разумную инициативу и каждому заданию относится максимально ответственно. Даже если он оказывается в незнакомой ситуации, то не теряется в тяжелой обстановке и пытается найти решение к выходу. Он заинтересовался загадочными убийствами в окрестностях Раккун-Сити и сам вызвался работать там. На то время у него не было большого опыта общения с женским полом, и ему было тяжело даже заговорить с ними. Но тем не менее, девушка у него была. Однако перед отъездом он расстался с ней и по дороге в город остановился в мотеле, где сильно напился, и проспал время подъема. А после со всех ног ринулся в город, в котором уже был ад. Он встретил неместную и выжившую Куэр Редфилд, и вместе они двинулись в полицейский участок. В хрониках же Леон сразу встретил Куэр на улице и продвигался в участок вместе с ней. В ремейке Леон отправился в город, так как долго не поступал звонок из участка, который ему сказали ожидать. Но почувствовав что-то неладное, он решил выдвинуться сам. Остановившись на заправке, которая находится за городом Раккун, он встретил Куэр, и унося ноги от зомби, также двинулись в участок. Пытаясь найти выход, Леон заблел на стоянку, как сразу сзади раздался выстрел. Ада Вонг До сих пор остается неизвестным, настоящее ли это ее имя, или же просто псевдоним. О ее прошлом, к сожалению, толком ничего не известно. Она не привязывается к людям, никогда не показывает свою слабость и прекрасно контролирует свои эмоции, тем самым не давая затуманить свой разум во время выполнения миссии. С 90-го года и по настоящему время она является агентом неназванной организации, и тайно действовала на фоне многих событий, связанных с БОО, и собирала своего рода инфу для ее нанимателей. Но при этом она всегда преследует свои цели, известные только ей. И вопреки ожиданиям заказчикам может просто кинуть их. Успешно выполнить миссию, даже при самых неблагоприятных обстоятельствах и выжить, это ее главный талант, и она не раз с гордостью проявляла его. Другая основная черта – непоколебимая самоуверенность. В ее словаре нет слова раскаяния. Соблазнить мужчину – это тренировка для новичков. Она прекрасно умеет пользоваться своим шармом и использовать его как оружие против мужского пола, которые не могут перед ней устоять. Она часто разыгрывала ситуацию, изображая даму в беде. Ведь тогда парни начинают чувствовать ответственность за нее. Она считала мужиков глупцами, которые постоянно бегут на перегонки друг с другом за властью, но на деле все это выглядело, будто они как собаки гоняются за хвостами друг друга. В любых, даже самых невероятных обстоятельствах, встретив женщину, мужики остаются уверены, что это чистая случайность, и им никогда не приходит в голову, что все могло быть запланировано заранее. Чем подозрительнее совпадение, тем невинней будет казаться девушка. Именно так она и поступила с исследователем Амбрелло Джоном после того, как внедрился Амбрелло от имени организации для работы под прикрытием. Для того, чтобы раздавать больше информации про Т-вирус и по возможности выкрасть его. Но сам образец заполучить не удалось, так как произошла его же утечка в особняке. Джон влюбился в Аду до такой степени, что посвятил ей последние минуты своей жизни для написания письма Аде, которое она так и не прочитала. Никогда прежде Ада не встречала кого-то, кто с такой готовностью тратил бы на нее свои деньги. Джон любил ее всей душой, без всяких скрытых мотивов. Ада же испытывала определенную профессиональную гордость от того, что сумела бы так запросто провести исследователя. Возможно, сами условия работы, подразумевавшие только добычу секретной информации, и сделали ее такой. Могло ли быть такое, что бесконечное предательство или же совершенные ей убийства навсегда отравили ее душу? Она вела жизнь полную интриг и коварства, и всегда оставалась на плаву. Каждой своей победой она гордилась и ни о чем не сожалела. Однако время от времени Аду мучило чувство невыносимой тоски, которое возникало буквально из ниоткуда. Позже она начала фиктивно работать на Вескера, и по его наводке отправилась в город Ракун для того, чтобы заполучить образцы вируса G. В самом же городе произошла утечка вируса T, но происходящее в этом городе ее не сильно пугало и не показалось чем-то особенным. Она была уверена, что все полицейские мертвы, и осталось только пробраться до камеры, где был заперт репортер Бенбер Тауччи, так как он владел важной информацией об Амбрелле. Однако она увидела полицейского и решила провернуть тот же метод, изображая девушку в беде. Во всех версиях Леон и Ада встретились на стоянке. В оригинале Ада привлекла внимание Леона выстрелом. Эта ситуация более подробно написана в книге, еще раз скажу, в книге по хроникам Амбреллы. Выражение ее лица, тон голоса, жесты, все было безупречно. Ада отыгрывала слабую, напуганную женщину, в панике нажавшую на спусковой крючок, говоря, что перепутала его с зомби. Хотя, как мы знаем, это явно не так, иначе Леон бы еще здесь валялся с пули. Она сразу же решила использовать его, но немного расстроилась, когда узнала, что тот новичок и первый день на службе. Мол, толку от него будет мало. Она поведала Леоне истории о том, что ее парень пропал где-то месяц назад, а полиция даже не восприняла это всерьез. Сказали, что тут нечего расследовать. Тем не менее, последний раз его видели именно в Раккун-Сити. А если учесть, что в последнее время в городе было много пропавших людей, то легенда стыковалась. Ада знала об этом или пила на ходу в соответствии с фактами. Она попросила помощи и решила применить физический контакт, зная, что это сработает, и взяла Леона за руку. Перед чарами Ады никто не мог устоять, а уж тем более юный полицейский, у которого еще сильнее заиграл чувство долга. Она попросила провести его к камере с заключенными, где должен был находиться Бенбер Тауччи, и возможно, тот что-то знает о ее парне. Но как выяснится потом? Нет. Однако, данная книга каноном не является, так как в ней намешаны все события, которые противоречат основному лору, не только касательно Ады и второй части. Так же, как и ее выдуманная история о прошлом, который скажу дальше. Прикрылась она, конечно же, Джоном. Вонг поведал Лене историю о том, что она родилась во время Вьетнамской войны в Шаонском районе, незадолго до того, как город захватили, а также, что была единственной дочерью богатой иностранной семьи из Китая. Много поколений они владели там землями, большим поместьем и фруктовыми садами, но их обманули. Вся семья бежала в штат, и все, что у них было, они оставили человеку, который занимался контрабандой, хотя тогда они этого не знали. Он сказал, что им нужно просто добраться на Америке, где он уже купил для них ферму и нанял работников. Ее семья доверила ему все деньги и имущество, а он кинул их. В Америку в итоге прибыли без гроша в кармане. Ада даже смогла выдавить слезинку и, говоря об этом, смотрела куда-то в пол, мол, не хочет вспоминать все это. А если учесть, как автор концентрирует внимание на некоторых моментах, то ее историю можно считать выдуманной. Леон хоть и умный, но Аде он поверил, и даже она заметила, что он проникся историей и был разгневым поступком того человека. Образ слабой девушки хорошо сделал свое дело. Он совершенно искренне сказал. Если я чем-то могу помочь, то просто скажи. Его слова на Аду производили приятное впечатление, наверное, даже слишком приятное. На миг ей показалось, что это Леон водит ее за нос, а вовсе не наоборот. Они столкнулись с зомби, ада держалась позади, чтобы оказалось, будто бы ей нужно прикрытие. Однако зомбей было слишком много, и ей пришлось изрядно пострелять, чтобы защититься. Вот только она забыла испуганно вскрикивать после каждого выстрела. Зомби вообще-то были для нее легкой мишенью, и сложно было скрывать этот факт от Леона, на что тот и обратил внимание. Но Леони все равно очень сильно сыграло чувство долга, и форма, которая была на нем, обязывала его защищать ее. В хрониках Леон и Клэр услышали выстрелы, и решили проверить его источник, где и встретили Аду. Здесь она не пытается корчить беззащитную девочку и сходу демонстрирует меткую стрельбу и рукопашку, что говорит о ее нехилой подготовке. Но Леон все равно оказывается полезен и вовремя спасает ее от собаки. Хоть и все это она проделала, думая, что находится одна. Она также концентрирует внимание на том, что Леон Клоп и просит отвезти ее к Бену. Но того убили прежде, чем они добрались до него. А после исчезает и сама Ада. Но перед этим она сказала Леону, что понятия не имеет, что здесь происходит, и все это для нее в новинку. Но даже Клэр заметила, что ее спутник хочет произвести впечатление на эту женщину. В ремейке, в отличие от Хроник, наоборот, Ада спасает Леона от собаки. И на этот раз она представляется как агент ФБР, сразу обозначая, кто здесь выше по рангу. И безобидной овечкой она здесь также не притворяется. Она удивлена, что какой-то полицейский, находясь в этом хаосе, все еще жив. А на вопрос Леона она не делится никакой информацией, давая четко понять, что она не для его ушей. А также говорит убираться отсюда, пока он жив. И всем видом показывает, что на контакт она идти не готова. Так как Ада считает его бесполезным и даже не собирается использовать, понимая, что от него будет выгода только как от живого щита. Ведь он для нее всего лишь очередной будущий корм зомби, которым она выиграла час жизни. И просто удаляется, не обращая внимания на Леона. Ведь опять-таки, она не собиралась путывать его в свое задание. В ремейке Бен, в отличие от оригинала, оказывается ее информатором, который, к сожалению, как потом выяснится, не смог раздобыть ничего полезного. Ада по-прежнему считает, что Леон тот человек, который будет мешать выполнять задания. И может быть абузой. Да еще и не дай бог начнет читать лекции о том, как правильно приступить. Ведь мы помним, что она находится на задании. Леона начинает раздражать игнор новой знакомой. И он даже пытается схватить ее за руку. И это джесс дико не понравился Аде. Его можно понять, ведь выживших вокруг не так много, и поэтому он и пытается цепляться за каждого. К тому же Ада явно что-то знает. Она еще раз дает ему шанс свалить. Однако именами они все-таки обменялись. И есть одно но. Ада все время разгуливает в очках. Но если одеть другой костюм, то можно в полной мере лицезреть ее эмоции и взгляд. Ведь мало того, что в очках, так еще и в помещении, она не старается скрывать эмоции. Ведь знает, что Леон этого не увидит. И нет смысла в актерской игре. И это касается не только этой ситуации. Обратите внимание на ее взгляд и ухмылку, когда Леон благодарит ее. И явно не ожидает, что пострельный пес все еще был жив. И как потом она меняется в лице. Или же, когда Леон схватил ее за руку. Насколько же ей все-таки это не понравилось. Леон все равно продолжает диалог и называет свое имя. Она же, в свою очередь, после того, как скорчила небольшую гримасу, забавно улыбнулась ему и смотрела, будто бы на наивного ребенка. Однако, если бы она прямо критично относилась к Леоне, то свое имя она бы тогда не сказала. Но нельзя не согласиться, что эта сцена в очках выглядит вообще по-другому. Ведь даже Вескер в свое время шатался опять-таки в очках по той причине, чтобы его эмоции было тяжелее прочитать. В оригинале Ада на протяжении всего повествования время от времени, казалось бы, без причины просто оставляет Леона одного. А через время появляется из ниоткуда. В неканоничных книгах Стефани Перри автор пыталась объяснить поведение Ады. Мол, она постоянно сбегает от Леона, чтобы не успеть привыкнуть. И в случае чего, ей не пришлось бы лично убивать его. Можно предположить, что и здесь она воспользовалась этой возможностью, однако официальные источники на это не указывают. От Бена не получилось узнать полезной информации, как про Амбрео, так и про ее парня. А позже он был убит. При следующей встрече Леон высказывает ей все и дает на то, что он полицейский и его долг защищать ее, предлагая, чтобы она не оставалась одна. Да и вместе куда больше шансов выжить. Леон проявил сочувствие к женщине, которую случайно повстречал. Видя такую самоотверженность, Ада немного размякла. И даже Вескер заметил, что Леон что-то поменял в Аде. Но в конце концов, она вернулась к тактике, которая всегда позволяла ей управлять мужчинами. Единственной проблемой в будущем станет то, что она начнет чувствовать себя виноватой. Она уже второй раз спасает Леона и на этот раз от тирана. Благодаря ему же, раздобыв ключ-карту от стоянки и магнитофон от информатора, решает взять его с собой. Они заглядывают в оружейный магазин Кенда, где встречает его хозяина. И его дочь, которая явно заражена. Ада вновь демонстрирует свой характер и собирается пристрелить ее. Но ее останавливает Леон. Хотя, если бы не он, возможно, она бы не колебалась и довела бы дело до конца. Аду вдохновила речь Леони о защите граждан в своем долге и тому подобном. И она просветила его во все грехи Амбреллы. А также упомянула Аннет Биркин. Ту, которая причастна к созданию Джи Вируса. Ведь Вонг поняла, что он может быть полезен и его можно использовать. Но она не собиралась полностью посвящать его в свои планы и придерживалась легенды. И как только Джи Вирус окажется у нее, каждый пойдет своей дорогой. Опять же, если играть с оригинальными костюмами, то Ада не кажется настолько безразличной к ситуации с Кенда. Да и взгляд на Леон у нее совсем другой. Она понимает, что не может сказать ему правду в полной мере и просвещает лишь от счастья. Осознает, что если он пойдет с ней, то может погибнуть намного быстрее. Или, не дай бог, ей самой придется прикончить его, если он узнает слишком много или же каким-то другим способом встанет у нее на пути. Они встретили женщину в белом халате. Ведь, в отличие от ремейка, Ада не говорила ничего про Аннет и Амбреу. И для Леона она просто женщина, которая нуждается в защите. И Ада, не теряя ни секунды, ринулась в догонку. Однако, это чуть не стоило ей жизни, если бы не подоспевший Леон, который принял пули за место нее. Ведь Леоня успел заметить, как в руках докторши что-то блеснуло. Он быстро сообразил, что это был пистолет. Также, он не мог не обратить внимания на то, что Аннет за тот короткий промежуток времени, что видела их, должна была понять, что они не зомби, но все равно кинулась прочь. А также, то, что Ада, не мешкаясь, бросилась в догонку. Его поразила такая быстрота реакции, которая была на уровне рефлексов. Благо, пуля прошла на вылет, и Леон из-за болевого шока потерял сознание. Ада была впечатлена таким поступком, но решила преследовать свою цель. По факту, она его бросила. Немного оправдать Аду может то, что если осмотреть рану Леона перед уходом, она скажет, что ранение не смертельно. Мол, убедилась, что он не истечет кровью. Но это не отменяет его факта, что Леон мог пополнить ряды зомби, если бы хотя бы один радомный зомбак забрел сюда. Данное поведение больше соответствует характеру Ады. Хоть она и была удивлена данным поступком, однако в ней снова проснулось то самое чувство сильной тоски, и еще сильнее начала играть чувство вины. Но все же, Ада была профессионалом, и знала, что минутная слабость не помешает ей закончить работу. Раньше ей в голову не приходило, что слово «любовь» может иметь для нее какое-то значение. А теперь... В хрониках Амбреллы ситуация немного другая. Леон находит Аду, когда та уже обронила свои огнестрелы и находилась под обстрелом Аннет. Заместо того, чтобы скоординировать свои действия с Кеннеди, чтобы тот оказал ей прикрытие, она же просто безрассудно ломанулась к пушке, несмотря на протесты Леона, надеясь на неопытность Аннет по применению оружия, или же просто считала, что сможет оказаться быстрее пули, что не свойственно ее поведению. Леон не растерялся и также спас Аду, что также удивило первое. Но в отличие от оригинала, она сразу сделала ему перевязку, однако все равно оставила его, когда тот потерял сознание. Не думая, что кто-то способен ради нее на такое, она тоже начала испытывать чувство вины и в будущем обещала помочь. В такой же ситуации в ремейке герои успели перекинуться парой фраз, и Леон точно знал со слов Ады, что это та самая Аннет, которая также кинулась в бегство. Ада не ожидала ответки от ученого, за что и чуть не поплатилась жизнью, но подоспевший Леоня исправил ситуацию. Сознание он потерял не сразу, и на шокированном взграде Ады он успел дать одобрение, чтобы та преследовала ее, и только после отключился. Ада осталась и сделала перевязку, несмотря на то, что ее цель может ускользнуть. А если учесть, что в будущем Ада отметит, что Аннет всегда хорошо шкерилась, можно сказать, что в какой-то степени она рискнула заданием. Хотя, наверное, прозвучало грубо, но во всяком случае она могла бы просто себе этим осложнить задачу. Но здесь можно отметить, что эмоции все-таки взяли вверх больше, чем в оригинале. Ведь мало того, что она не договорила полностью свои мотивы, и тем самым ввела в заблуждение Леона, и теперь же из-за его ранения по ее неосторожности появилось чувство вины. Аннет оказалась хитрее, заманила Аду в ловушку, и после не стала останавливаться, и сбросила ее вниз. Леон пришел в себя в одиночестве, и первое, что он сделал, произнес ее имя, заместо того, чтобы беспокоиться о своем состоянии. Он таки добрался до нее, и спас от огромного аллигатора. Ада же также успела порамсить с Аннет, кстати. Он не стал поднимать тему, почему она его оставила, хотя сам постоянно твердил, что нужно держаться вместе, и его долг защищать ее. Он начал догадываться, что Ада не совсем так им себя выдает. В этот раз очередь Ады настала помогать ему, и она сделала перевязку. Она также дала понять, что ее парень мертв. Ада не могла признаться ему во всем и рассказать все, как есть, и продолжала придуманную легенду. В оригинале Ада довольно-таки продолжительный промежуток времени продвигается вместе с Леоном, и они даже дают отпор Биркину, которому шпионка сумела нанести повреждения. Однако позже он вернет должок, и Ада даже не сможет некоторое время отвечать Леону, а ее дыхание очень сильно участится. Кеннеди смог одолеть Уильяма, и в диалоге с Адой она признается, что хоть они и мало знакомы, но она не хочет его потерять. Леон же на руках несет ее в безопасное место, а сам продвигается дальше искать то, чем можно обработать рану. В опасных условиях ключом к выживанию является хладнокровие, но именно его не доставало Аде. Она не понимала, как докатилась до этого. Задача ведь была проста и понятна – достать же вирус. И как только он будет у нее в руках, город может докатиться к черту. И у нее была даже пара отличных возможностей заполучить его. Перебирая в памяти все эти события, Ада не понимала, почему так сильно расстроена. Но одно она поняла точно, что к Леону у нее появились чувства. И как только полицейский покинул помещение, через время она вышла следом. В ремейке после падения Ада получила не такие серьезные ранения, но передвигаться самостоятельно не могла. Леонид через время смог отыскать ее и помог избавить от штыря, который торчал в ноге, и обработал рану. Хотя она настаивала, что сделай все это сама, ибо банально не привыкла, чтобы о ней кто-то заботился. А как она сама говорила, в неканоничных книгах по хроникам физический контакт очень сильно работает. Ее оружие пошло против нее. Леон даже хотел, чтобы она полкатилась на него, если ей настолько тяжело идти. Но она дала понять, что это уже явно лишнее. На руках, конечно, он ее не нес, ибо все это осталось в качестве пасхалки, так как та отказалась. Она в очередной раз говорит Леону, чтобы тот убирался отсюда, ведь ситуация оказалась хуже. Но опять же, полную правду она сказать не может. И это ощущается в ее мимике и глазах, которые она на короткое время прячет от Леона. Ведь если по ее вине он уже словил пулю, то ситуация может только накалиться. Но он не собирается просто так отступать и оставлять ее в таком состоянии. Позже Леона зажал в угол Тиран, и Ада пришла ему на помощь, хотя могла этого вообще не делать. Но организм решил за нее. Как уже говорил, даже Вескер заметил, что Ада смягчилась после знакомства с Леоном. И поплатилась за это. Ада поддалась эмоциям и не следила за патронами в пистолете. И во время перезарядки попалась в руки Тирана. Он нанес ей сильные повреждения, в результате чего она потеряла сознание. Но перед этим призналась Леону в любви и подарила поцелуй. Леон же явно был раздосадован с ситуацией, так как подумал, что девушка, в которую он также влюбился, погибла. Хотя на этот момент он уже узнал от Аннет, что она его обманывала и притворялась не той. Взвыла сирена, которая не сигнализировала ничего хорошего. И Леон продолжил спасаться. Ада же также пошла своим путем, поскольку ей было выгодно, что теперь Леон будет сосредоточен только на своем спасении. А она сделала, что хотела, хотя сама понятия не имела, что выживет. Ада... В хрониках «Амбрелы» также использовала, что в хрониках «Амбрелы» также использовала. Использовали похожую ситуацию. Однако она опять дурацким поступком подошла на близкую дистанцию к тирану, чем он и воспользовался. Ада также подарила поцелуй Леону и также потеряла сознание. Но здесь в любви уже не признавалась. Ада... Даже в неканоничной игре Resident Evil Operation Raccoon City использовали похожую сцену. Только Леон уже сам отбивался от напавшего мистера Икс. После ранения Ады и после поцелуя также нехотя кинулся прочь. Будто бы не под звуки сирены, а убегая от ситуации. В ремейке же, пока герои приближались к лаборатории, Леон грезил о том, что «Амбрелла» поплатит за содеянное. Ада же заранее готовила почву и сказала, что как только получим G-Virus, каждый пойдет своей дорогой. А она позаботится о том, чтобы данный кошмар нигде не повторялся. Леон не хотел оставлять ее одну, но она сразу заткнул ему рот языком. Кто-то скажет, что ее разорвало от эмоций, но говорите, что хотите. Но это поцелуй явно не из-за любви, а ради манипуляции. Что опять-таки свойственно ее характеру и воздействию на мужской пол. Уж очень сильно он не к месту. Но Леону в силу наивности этого хватило. Можно еще сказать, будто бы она как девочки просто реально заткнула ему рот. Ведь сама она уже не была такой мобильной из-за ранения. А этот полицейский был как раз кстати. Стоит обратить внимание, что в ответ Леон ее не целует. По крайней мере так, как в оригинале. Понятно, что он этого не ожидал, но думаю, вряд ли бы растерялся в такой ситуации. Хотя, может и действительно, в силу наивности или же чувствовал, что что-то здесь не так. Помимо поцелуя, она начала касаться его рукой. Как груди, пускай он в жилете, так и ноги, одновременно говоря, что она его не оставит. И Эд очень неаккуратно начинает торопить Леоню. В силу такого агента, как она, это очень непрофессиональный ход с таким вот внезапным поцелуем. Она хотела одновременно получить образец и сохранить доверительное отношение с Леоном, чтобы он не узнал ее настоящее намерение. Но от того, что она не может посвятить его полностью ситуации, чувство вины только усиливается. Леон также от Аннет узнал правду и отказался передавать Аде образец, так как он понимал, что она все это время врала ему. А он чуть не помог в добыче G-вируса шпионки, который непонятно на кого работает и для каких целей он был нужен. Даже пытался огрызаться с Ада, и в конце концов, когда ситуация накалилась, предложил ей выстрелить в него. В интонации Вонг, а также в ее глазах читается, что она крайне не хотела, чтобы Леон все это узнал. Ну или опять-таки в крайней мере в такой форме. Как она сама говорила, навредить она ему не хотела, и Леоня решил проверить это, ссылаясь на то, что она также привязалась к нему, и нажать на курок у нее духа не хватит. И в итоге она опускает пистолет. Ведь если бы он был ей безразличен, ей бы ничего не мешало убить его. Хотя ее и сильно раздражало, что Леоня не хочет передавать ей вирус. Однако Аннет успела ранить Аду, и хоть Леон успел схватить ее, она решила не рисковать жизнью Леона. Казалось бы, минуты назад готовы были убить друг друга, то теперь же она и в голосе меняется, говоря, чтобы Леон берег себя. И тот не хочет ее отпускать, хотя сам понимал, что в таком положении он ее не вытащит и просто оттягивает неизбежное. Ситуация не на стороне Леона, и Ада падает вниз. Несмотря на угрозу своей жизни, Леон некоторое время, поддавшись эмоциям, даже не может двигаться. На смерть человека, на которого плевать, опять же, так не реагирует. В моменте падения Ады, актрисе озвучки сказали озвучивать так, будто она реально сейчас умрет. И слова позаботиться о себе были своего рода способом сказать «Я тебя люблю». Актеры Леона же на тренировке рекомендовали после каждой строчки говорить «Скажи, что любишь меня», пока не будет достигнут нужный эффект. Если переводчик, конечно, правильно перевел. В оригинале также есть подобная сцена, которая каноном не признана. Вот только Леон не ожидал, что Ада будет ждать его. Сама же она перед этим собиралась с мыслями. И после, когда навела пистолет на Леона, в его глазах прочитала боль. И ее это мучило еще сильнее. Что-то кольнуло в ее груди, и это отразилось на ее лице. Все это было похоже на сомнительное удовольствие, которое получаешь, разыграв маленького ребенка. Леон заметил это и не верил, что она выстрелит. Но она продолжала требовать Дживирус. И сама себя убеждала, что ведь не обязательно его убивать, можно выстрелить в руку или ногу. Но Аннет также ранила ее. Леон пытался держать, но рука постепенно выскальзывала. Она лишь сказала, что хотела и правда сбежать. Сбежать от всего вместе с Леоном. Но каноном, повторюсь, эта сцена не является, так как в развитии таких событий Ада погибает. А Леон же вообще не сдерживает эмоции и психует еще сильнее, чем в ремейке. А при дальнейшем рассмотрении пистолета он оказывается пустым. Ада, я тебя получил. Ада! 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 В одном из последующих боев с Биркиным, Леон попался под его атаку, и у него снова открылось кровотечение, полученное от Аннет. Его организм был уставший, а нервы не к черту. Его посетила мысль просто сдаться и умереть. Но он сразу же избавился от нее, как только вспомнил Аду. Женщина, что заполняла пустоту его души, жестко подгоняла его. Выживе! Леон нацелился на безумного ревущего монстра, встал на колено, приготовившись к атаке, и нажал до упора на спусковой крючок. Он не мог поверить, что она все-таки обвела его вокруг пальца, да и к тому же погибла. Как он сам тогда говорил, самое ценное потеряно навеки. Однако мысли о ней придавали ему сил. Он поднялся со словами «Видишь Ада? Я его уничтожу. Я обязательно выживу». Следующая встреча Леона и Ада, если можно так назвать, произойдет во время битвы с тираном без ограничителя, где ситуация шла не в пользу Леона. Ада же скинула ему ракетную установку, из которого Леонид и одолел противника. Это же она сделала и в ремейке. Отличие в том, что Леон в оригинале увидел ее силуэт, и у него появилась надежда, что она все еще жива. Однако он не знал, смогла ли она выбраться из города. Сам же Леон в компании Клэр и Шерри успешно спаслись. В ремейке же Леон понятия не имеет, кто помог ему, но когда он запрыгнул на поезд и уже почувствовал спасение, задумался о Бадди и неожиданно для себя осознал, что успел привыкнуть к ней и не думал, что начнет по ней опять-таки скучать. Ведь вместе за эту ночь они многое, что прошли. С этой мыслью он двинулся к Клэр и Шерри. Ада же еле как добирается до отеля Apple Inn, где должна была встретиться со своим съездным, но тот покончил с собой. На связь вышел Вескер и узнав, что Лада все-таки раздобыл образец G, указал ей путь к спасению. В результате она прямо перед уничтожением города запрыгнула на вертолет с помощью крюка кошки, которая теперь всегда будет при ней. После такого успешного завершения задания имя Ады стало легендарным в сфере тех, кто занимается шпионажем. Еще до уничтожения города Ракун Ада вела дела с Дереком Симмонсом, который влюбился в нее, но она разорвала с ним все связи после того, как узнала, что он причастен к бомбежке города. С оригиналом все понятно, что сцена с падением не канон, а вот с ремейком проблемы, ибо РМК не объясняет, как именно Ада выжила, ведь после такого падения шансов на выживание не остается. Многие пытаются оправдать это тем, что спаслась она с помощью крюка кошки, но поспешу расстроить и довести инфу, что ее она получит позже в отеле Apple Inn, как мы выяснили выше. А в ремейке он не был ни разу продемонстрирован, и человек, который не знаком с прошлой серией, не поймет, что к чему. Да и зачем решили использовать именно этот момент, если сцена с поцелуем и жертвой Ады куда полезнее смотрятся для их отношений? Здесь же необъясненное сидение на двух стульях. По событиям города Ракуэн можно сделать вывод, что Леон непроизвольно сломал что-то в Аде, или же наоборот дал ей то, что ей не хватало, а именно, заботу, проявил сочувствие, какую-никакую поддержку. Но это лишь додумки, ведь о прошлом Ады толком ничего не известно. В третий раз скажу, что даже Вескер заметил, что знакомство с Адой смягчило ее, и он начал бояться, что это помешает ее работе, и отчасти был прав. Если бы Ада не помогал Леону спастись от тирана, он бы сбежал с города намного раньше, и без каких-либо травм. Да и сам Леон в ней нашел утешение после недавнего разрыва с девушкой, и можно сказать, что потерял снова. Ведь именно мысли о ней дали ему возможность подняться в бою. Несмотря на то, что все тело ныло, некоторые кости были сломаны, и по новой открылось кровотечение, Ада не выбралась бы живой без Леона. Ее бы убила Аннет. Так же, как и Леон бы вряд ли справился с тираном, если бы не Ада. Так же, как и в ремейке, если бы даже Леону повезло спастись от собаки, то на захват тирана ему явно нечем было крыть. И если бы Ада проявила хладнокровие, этого ролика бы не было. Возможно, в оригинале все произошло очень быстро, но становится проще, как только понимаешь, как женский пол относится к новым и сильным эмоциям, которые они получают от человека противоположного пола. Мы не знаем ничего о прошлом Ады, но вряд ли кто-то прыгал из-за нее под пуль и всячески пытался оберегать. И не хотел оставлять одну, пускай она сама это и позволяла. Она увидела в Леоне заботу, искренность и доверие, и сама не заметила, как Леон коснулся ее сердца. Их пути разошлись, но о своих чувствах они не забыли. Однако никто в полной мере не мог быть уверен, смог ли тот или иной выбраться из города, и смогут ли они встретиться еще. Леоне после этих событий насильно завербовал правительство США, так как его опыт в борьбе против БЛО был полезен. Через время он станет самым ценным агентом и будет подчиняться лично президенту. Все, что с ним произошло, выработало ненависть к биотерору и тем, кто этим занимается, а также оставило на нем шрамы, и он практически никому не будет рассказывать о том, что там происходило, и будет винить себя в том, что он не смог спасти больше людей. До него доходили слухи о некой шпионке, которая по описанию действия похожа на Аду и работает на Вескера. Он не мог знать наверняка, но на карандаш это взял, и, возможно, даже не раз пытался наводить о ней справки. Однако этот шрам о неизлечимой трате он смог выкинуть из памяти, так как в его груди у него образовалась огромная дыра из-за лишения своей любви. Ада же готовилась к очередному заданию и, роняя слезу, говорила, что все, что произошло, это лишь шрам Ады, и она хочет попрощаться с этим именем и оставить все это в прошлом. Имеет в виду, конечно же, она ситуацию с Леоном. Есть радиопостановка, канон которой до сих пор под вопросом, но в данной ситуации, скорее всего, нет, хотя раньше таковым являлся, и продолжал событие второй части, из которого можно понять, что Ада бывает даже во сне бредит Леоном. Точнее, в один момент ей это причудилось, когда она лежала без сознания, а в голове крутили слова Леона о том, что он будет и обязан ее защищать. Она даже очнулась, произнося его имя, а также специально не бросает шпионаж и остается шпионкой, чтобы была больше вероятность встретиться вновь, несмотря на то, что они две стороны одной медали. Но в конце рассказа она уезжает на поезде со словами Леон, где бы ты ни был, я иду к тебе, так как умирающий солдат смог достучаться до нее, чтобы она все это бросила, и кинулась к нему в объятия. Спустя шесть лет была похищена дочь президента, и Леон отправили на ее поиски, так как под подозрение он не попадал, и сразу же столкнулся с превосходящей агрессией толпы противника, и всеми силами начал бороться за свою жизнь. Ада также оказалась в этой деревне, выполняя очередное задание по поручению Альберта Вескера. Она должна была раздобыть образцы доминантной плаги, так как прошлый оперативник в лице Джека Краузера не вернулся. Леон был с ним знаком, так как они бок о бок сражались на операции Хавьера. Однако до Леона после дошли уже слухи о том, что он погиб в аварии. Но Ада этого не знала. В ремейке Леон также знаком с Краузером, и вместе они побывали в тяжелой ситуации, с которой не последовало экстренной эвакуации, и весь отряд был уничтожен. А сам Джек, кстати, был учителем Леона. Конечно, да, если в ремейк-версии этой вселенной у них и были какие-то чувства, то за шесть лет, которые они не виделись, они могли полностью испариться. А может быть, и с путь по новой, ведь в фильмах и играх любят делать так. Первоначально Ада замечает Леона, когда тот борется за свою жизнь в деревне. Допустим, она уверена также, что он справится, да и прямо с этого места она все равно ничего сделать не может. Но нам не показывают ее реакцию и какую-то заинтересованность Леоней. В отличие от оригинала, где на минуточку также прошло шесть лет. И она была явно удивлена увидеть его здесь. Лично она палиться не стала и решила помочь, находясь в тени. И именно с этой целью она движется к церкви, чтобы отвлечь толпу противников. Да, возможно, он бы и сам справился, но если учесть, что к этой ситуации он вообще не был готов и вооружен, то в любом случае помощь бы лишней не была. В ремейке же она и так и так двигалась к той же самой церкви для встречи с Луисом и увидев, что Леон все еще сражается, решает ему помочь. Опять же, никаких эмоций не показывают для игрока. А наоборот, Ада лишь говорит «Ну, помогу разок». Хотя на английском языке она говорит первый раз бесплатно, что немного меняет ситуацию. Также имеется ранний вариант, где Ада произносит «Это сравнивать наш счет». Но сам факт того, что она это сделала, конечно, отрицать нельзя. Хотя ведь, думаю, перед заданием она была проинструктирована о жителях и знала, что они все пойдут на зов. Однако, это всё равно странно. Опять-таки, если она была осведомлена об этом, то вряд ли бы стала привлекать внимание к месту, где она должна была встретиться с Луисом. Ну ладно, это уже другая тема. Как в ремейке, так и в оригинале она спасла Леона от рук старейшины. Разница только в том, что Леоня в ремейке даже не понял, кто его спаситель. На стороне оригинала же имеется гайдбук, благодаря которому можно лучше объяснить их отношения друг к другу. Он поясняет, что Леон в этот момент вполне успел разглядеть силуэт женщины. И этот силуэт сбудоражил в нём какое-то важное воспоминание. На протяжении всего продвижения Леона не покидало чувство, что за ним кто-то наблюдает. И это точно были не противники. Конечно же, это ада, которая во всех версиях открылась ему в замке. И из-за гайдбука оригинала можно лучше понять их. Леон снова обрёл часть себя. И даже мысли о Бэшли, гнев и о вообще миссии ушли на второй план. Чувства волной накрыли Леона. И больше всего хотелось забыть обо всём на свете и просто прижать к себе аду. Восполнить шесть лет утраты и утолить жажду расставания переполняло его. Но он не дал воле своим эмоциям. Как и она. Глаза могут сказать намного больше, чем слова. В её глазах он прочитал. Не разочаровывай меня, Леон. Мы идём разными путями. Покажи мне, как ты вырос за эти шесть лет разлуки. Она же будто бы увидела ответ. Ты права, ада. Среди всех видений в мире ты самая невероятная. Но губы сказали и другое. Сложные запутанные чувства для Леона были синонимом надежды. Не все делают акцент на том, что Леон за место расспросов ада, как именно она выжила и чем занималась, прямо спрашивает, правда ли, что она работает на Вескера. Что говорит о том, что он уже знал, что она жива. Что действительно так, ведь до него доходили слухи о некой шпионке, которая работает на Альберда. И по описанию похожа на аду. Но понял, что это правда, только когда увидел её лично. К тому же, думаю, он сам пытался наводить о ней какие-либо справки. Леон, конечно, узнал её не сразу, а только после того, как она сняла очки. Ведь как только он разрядил её пистолет, он отошёл на расстояние и развернулся, тем самым показывая, что готов на второй раунд, но уже без огнестрела. Добавим к этому, что она знала о заражении Леона и Эшли-паразитом. И даже проинформировала первого, как можно избавиться от него. А также предупредила, что Эшли заразили раньше. И как бы он не хотел её спасти, Леон должен готовиться к худшему варианту, если вдруг они не успеют. Помимо этого, она прямо на себе почувствовала эффект от заражения. Ведь подпустила Леона очень близко и не ожидала от него агрессии. И ещё раз добавила, что от паразита нужно избавиться. А пока Леона плющила, можно заметить, как Ада жестами переживает за него. Но понимая, что помочь в данный момент она не может. Во время своего раскрытия в ремейке между ними также произошёл бой. Из основного можно выделить только то, что Ада также не хотела вредить Леону. И не держала палец на курке, чтобы в случае чего на реакции случайно не выстрелить. В то же время обратить внимание, как она держит Луиса под прицелом. Хотя, с другой стороны, было бы странно, если бы она, угрожая ему, не пыталась играть натурально. Леон же чуть улыбнулся, но скорее больше нахмурился, так как он понял по голосу, что это именно Ада. Также обратите внимание, как он держит Аду за руку. Если бы он чувствовал угрозу, то явно бы старался сковать её движение сильнее. В то время как она даже не сильно старается вырваться. Она не ожидала от Леона такого сопротивления и то, что он обыграет её. Ведь она считает его всё таким же, как в городе Раку. Что впечатляет её и в то же время оставляет недовольны. Леон без страха разворачивается к ней спиной, даже после её выходки, так как знает, что она не опасна. О заражении Леона и Эшли Ада узнаёт от Луиса. Но этот факт её не сильно волнует. До тех пор, пока она не узнаёт, что тоже пополнил ряды инфицированных. Конечно, от своего задания отступать не надо, но если одно другому не сильно мешает, то если тем более дело касается твоего любимого, то почему бы и не помочь? Хотя нельзя отрицать тот факт, что она просто блефовала перед Луисом. И после первого упоминания Леони, конечно, размекать она бы не стала. Ведь мы знаем, что эмоции свои она контролит хорошо. Но опять же, никакой акцент на этом не сделан, в отличие от того же ремейка второй части, если играть хотя бы без очков. Она прямо говорит Леоне, чтобы тот бросил Эшли и спасался сам. Вот только далеко бы он не убежал всё равно, так как опять-таки заражён. И Ада это знает. К чему её рекомендации остаются неясным. Многие приписывают Аде ревность к Эшли, но как по мне, это уже перебор. Хотя в том же оригинале она, наоборот, была за и даже сказала Леону, как избавиться от паразит, как упоминал выше. И риски при этом. И уж точно не говорил о бросате Эшли. Леон, конечно же, отрицательно покачал головой на её совет. В то время как она бросила необоснованную уверенную фразу о том, что, возможно, следующая встреча будет такой, какой он хочет. А с чего бы ему вообще что-то хотеть? Кто такая Ада на данный момент для Леона в ремейке? Та женщина, которой он верил и которая бортанула его. Поцелуй в счёт можно не брать, так как он был сделан с выгодой для Ады. Или же опять-таки очередная манипуляция наивным пареньком. Хотел пристрелить её, а он же обещал её арестовать. Он не знает, что она скинула ему ракетницу. И он не слышал слова Ады на это всё. То есть она сама для себя обнулила, что их связывала. И здесь логично, что Леон не верит ей и вряд ли мечтает о её теле. И в лучшем случае, что Ада может вызвать здесь, это отвращение. В ремейке хорошо отмечен рост Леона, и он больше не мальчик на побегушках, чего здешняя Ада понять пока не может. В то же время, он не расслабляется и всем видом даёт понять, что он не тот, кого она знала. Возможно, даже слишком старается. Ада же, за место уверенного взгляда, обрывает зрительный контакт. Она больше не уверена настолько в себе по отношению к Леону, и скорее всего начала чувствовать, что крутить теперь будет он. По канону в оригинале, сцены с угрозой оружия не было, но Лёня всё равно узнал, что она шпионка. Она не отправляла Леона за Дживирусом. Он пошёл искать что-то, что поможет обработать её раны. В то время, как она воспользовалась этим и пошла следом. И не зря. Вовремя пришла ему на помощь во время атаки тирана. Тем самым, чуть не принеся себя в жертву и рискнув всем заданием, и чуть не поставил своё начальство. Лично призналась любви, и произошёл искренний поцелуй. И ещё раз пришла к нему на помощь, скинув ракетницу. Однако здесь она понимает, что Леон не отступит просто так, и пару раз помогает ему уточнить местонахождение Эшли, хотя в принципе так же могла этого не делать. Но он, ей полезен, ну как и в оригинале, что создаёт много шума. О том, как работает паразит, и чем это именно может сулить его неизвлечения, она узнаёт от Луиса, и только прочувствовав это на себе, отсылает его помогать Леону. Хотя опять же, ей это нужно и самой, ведь она даже не может взять янтарь в руки. Хотя, возможно, общение с Луисами, то, как он хочет измениться и искупить свою вину, меняет некое отношение к ситуации, хоть и попрощаться с ним времени и нет, и она решает следовать за янтарём. Ада сразу пожалела, что показалось Лёне, так как Вескер собрал информацию о нём, да и сам помнил его по Ракун-Сити, а именно, что он был для Ады отвлекающим фактором, из-за чего чуть всё задание по добытии Дживируса не пошло по одному месту. Ада же игнорит этот приказ и старается меньше контактировать с Леоном. И нам, игрокам, это прекрасно показали. А Вескеру же она говорила, что и у неё просто не было возможности убить его. Альберт решил прикончить Леона с помощью Краузера, о чём он прямо сказал Аде. Она же сменила приоритет задания, недовольная таким решением, на Леона, так как прекрасно знала способности Джека, и взвесив ситуацию, решил мчаться на выручку, и если бы она не успела, то Леон бы погиб. Достаточно провалить куты за Лёньку или Аду, чтобы понять, что он не смог бы выбраться из этого положения без сторонней помощи. Ада же после этого не продолжает с ним диалог, а просто уходит. Ведь фактически она пошла против Вескера, хоть и не работала по факту на него. Леон же этого не знает и думает, что она просто игнорит его. И по его вздоху можно понять, что он уже устал от этого. Если кому интересно, после Ада наблюдала бой Леона и Краузера с расстояния, но уже не вмешивалась. По какой причине? Неизвестно. Она прикрывала отступление Леона и Эшли, взяла этот бой на себя. Но здесь спорно, так как ей в любом случае надо забрать образец, который был у Садвера. А значит, с одной стороны, контакт с ним был неизбежен. Но с другой, если бы Леон не оказался снова под угрозой, она могла бы придумать более скрытный, выигрышный для себя вариант, чем просто танковать его. В ремейке она также добралась до Садвера, но ситуация здесь была куда более накаленнее, чем в оригинале, и ждать вариантов не было. И в конце концов, она также начала сражаться с ним. В обоих случаях успешно, и в обоих случаях попалась. Ее использовали как приманку для Леона. Однако Седлер не учел, что Леонид избавился от паразита. И в процессе боя, Ада также скинул ему ракетницу, чтобы уравнять шансы, как в оригинале, так и ремейке. В ориге, конечно, есть даже отдельная сцена, где Седлер лежит необугленный. Это если убить его без использования РПГ. И в теории можно предположить, что Леон мог справиться и без ракетницы. Но отрицать факт, что он не использовал ее, нельзя. По той причине, что в Сепарет Фейс есть сцена, где Леон подбирает ее. Или вы хотите сказать, что он промазал. Или выкинул ее и решил помахаться на кулаках. Ада забирает у Леона образец и улетает на вертолете, оставляя Леоне ключ от гидроцикла, который должен был служить альтернативным способом ее спасения. Что немного странно, ведь Леон даже не знает, куда бежать. Так или иначе, он успешно спасается, и теперь Эшли делает акцент на женщине в красном. Леон уже говорит фразу, которую знают абсолютно все. В гайдбуке, однако, есть продолжение, где Леона размышляет о целях Ады и всей душой верит, что ее планы отличаются от мотивов Бескера, и что не будет ничего плохого от того, что она ушла с образцом. Он снова обрел часть себя, и у него появилась еще одна цель, ради которой стоит жить. Даже с похожими сердцами, их жизни будут развиваться параллельно друг к другу. И, возможно, они еще встретятся. Если этот мир выживет. Леон был готов сделать все, чтобы он выжил, ведь теперь у него появилась причина для борьбы, и ради Ады он был готов нырять в этот ад снова и снова. Ада же после боя не просто уходит, а предлагает Леону лететь вместе с ней, но тот отказывается, говоря, что у них разные пути, несмотря на то, что у него самого пока нет пути к спасению. По Аде, однако, видно, что этот отказ ее сильно озадачил, ведь теперь она и правда поняла, что Леон изменился и бегать больше не собирается. Но все равно нельзя не обратить внимания, как Леон смотрит на улетающий вертолет, испытывая разочарование. Хотя слово разочарование происходит от двух других. Разорвать чары. Или же освободиться. Возможно, у него что-то и есть к ней, но мозги у него на первом месте. Ада же, что в оригинале, что в ремейке, не отдает образец Вескеру. В ремейке она решает это сделать сама. Оригинала же это не касается, ведь работала она на Вескере изначально фиктивно, и образец передала своей неназванной организации. Да и мотивов уничтожать мир, так скажем, на момент события выхода четвертой части, у Вескера не было. Есть еще один момент, который я оставил на потом. В оригинале Ада специально ждала Леона, чтобы доставить его на остров, так как ей все равно нужно было за Сейдлером, у которого был образец. В ремейке она оставляет Леона позади, и скорее всего бы уехала одна, если бы тот задержался в бою с Салазером. Отличие в том, что во время поездки в оригинале диалога не происходит. Леон только хотел что-то сказать, однако они уже прибыли к точке назначения. В ремейке же перекинуться парой слов они успели. Однако Леон не первый начал диалог. Неважно, хотел ли он спросить что-то или нет, его спровоцировала именно Ада. Леон заявляет, что он изменился, на что Ада с насмешкой подмечает, мол, ты? Леон Скотт Кеннеди? Изменился? Очень странная реакция. Она так сказала, будто бы они лучшие друзья, и тот самый друг говорит мне, я сегодня пить не буду. Ну, вы понимаете. Ну, а если серьезно, она либо следила за ним все это время, пока они не виделись, чтобы выдать такое, либо просто необоснованная уверенная насмешка, ведь она фактически не знает его. Также он никогда не говорил ей своего полного имени, что только подтверждает факт того, что она собирала о нем информацию. Некоторые обращают внимание на то, что Леон пялится на Аду. Моу, это плохо. А в ремейке он смотрит в глаза. Значит, уважает. Спешу немного огорчить, ведь у мужиков немного не так работает. Смотрите, в оригинале Леонг не испытывает нифиговое чувство, на которое когда-то она ответила взаимно, а сейчас фигурирует как запретный плод. И никто не показывает друг другу свое настоящее отношение. Но, возможно, догадывается. У мужиков это происходит просто непроизвольно, мы даже сами можем не заметить, как, к примеру, во время знакомства осмотрели всю фигуру девушки. Это нормально. Здесь, конечно же, Леон смотрел дольше, но разрабы выдержали идеальный момент между непроизвольным и контролируемым. Во-первых, в отличие от ремейка, есть куда посмотреть. И лицезрел он там явно больше, чем игроки. Во-вторых, это было неожиданно, что само по себе задержит взгляд. И уж тем более перед ним та самая девушка. Ведь если вы думаете, что если парень любит в лечении, исчезнет полностью... Нет. Понятно, что Ада сделала это не специально, ведь тем самым она готовилась делать рывок. Но, с другой стороны, могла и намеренно продемонстрировать, ведь девушки, зная свою привлекательность, могут это использовать, особенно если они в курсе, как к ним относится человек. Особенно она, которая соблазняет и пользуется мужским полом. И то, что Леон на нее ставился, это был для нее комплимент. И вряд ли бы она обиделась, даже если бы Леон пялился дольше. Скорее, она бы пошутила на эту тему и поняла, что рыбка... клюнула. В ремейке Ада одета по ситуации, оголенных мест нет. И стоит она к нему не задом. Опять вспомним про его отношение к ней в ремейке, ведь ей он не верит, и не знает, чего от нее ожидать. Ведь она даже прямо не отвечает ему на вопросы. Однако здесь другое. Она восстановила на него жучок для отслеживания, и после наконец-то нам показали ее переживание, хоть и достаточно сдержанное. Также, когда по приказу Вескера она активировала терминал, то поняла, что он хочет взорвать остров вместе с дочерью президента. И понимает, что Леон тоже в опасности. И в конце концов, она перепрограммирует бомбы, и взрыв будет значительно слабее. Итого. В оригинале, со стороны компании Ады, благодаря гайдбуку четко можно понять, что герои не безразличны друг другу. Ада не игнорит Леона, потому что стерва или делает так специально. Она получила прямое приказание убить человека, который ей не безразличен, и намеренно избегает встречи. А если приходится сойтись, то старается свести контакт на минимум. Как только она узнала, что Краузер был постом убийцы Леона, она отодвигает задание на второй план и мчится спасать его. И чего только стоит ее реакция, когда она видит, что опоздалый бой уже идет. Со стороны Леона же все намного проще, ведь он и так сам все сказал. В ремейке же все сложнее. Чувства-то у них есть, но поддается опять-таки все это заувалировано, и нужно следить чуть ли не за мимикой и жестами персонажей. Скорее всего, они точно искали информацию друг про друга после Раккун-Сити. Не знаю, как Леон, ну а да точно, и, судя по всему, успешно раззнает его полное имя. Она также хочет, чтобы Леон за ней бегал и не понимает, что он изменился до самого конца. Она считает, что также сможет крутить, но на ее ловке Леон больше не поддается. Ведь она запомнила его таким, как он был еще в полицейской форме, в то время как он вырос в моральном плане и из мальчика стал мужчиной. После города Раккун, возможно, он не раз винил себя в ее смерти и чрезмерной эмоциональности по отношению к ней в финале. Ведь не устроил Леон сразу сцену, Аннет могла бы не добраться до Ады. Больше он не дает чувствам затмить его разум. И если представить, что Леона правда хотел что-то с ней, он понимает, что один раз она его уже использовала и не хочет наступить на эти же грабли еще раз. Далеко не все смогут сделать усилия над собой и отказаться от человека, который тебе не безразличен по обоснованным причинам. Хотя даже в ремейк вселенной это далеко не конец. И их развитие их пары еще точно получат. В оригинале Леон бы не выполнил задание без Ады. Она много раз оказывала ему помощь. В ремейке же он более самостоятельен, разве что от Краузера Леона спас Луис. А самая весомая помощь была во время боя с Садлером. Кстати, когда она кидает ему ключи в ремейке, то на них красуется медвежонок, хотя раньше его там не было. Зачем это было сделано непонятно, но многие выдвигают теорию, что там находится номер телефона Ады и тем самым пытаются так состыковать события с Дэмнейшн. Следующая встреча состоялась в Восточнославянской Республике. В объятия, конечно, они не кинулись, зато произошел интересный момент, где Ада спрашивает, мол, когда мы продолжим то, на чем остановились прошлой ночью. На что Леон отвечает, в любое время, но не сейчас. В новелле по этому мульту отношения у них чуть более игривые. И Ада после этого говорит еще одну фразу. Ты дразнишь меня? На самом деле же никакой ночи не было, и сценарист специально оставил окно для фанатов, чтобы они сами смогли придумать то, чем они занимались. Так как он предполагает, что у Леона и Ады примерно во времена событий пятой части Реза могла была быть встреча за кадром, а-ля романтический ужин или же ночь в мотеле. Хотя в этом мульте хотели затронуть тема Леона действительно, более глобально, но этого не произошло из-за ряда ограничений, с которыми сталкиваются при создании фильмов. Такие как бюджет, хронометраж и прочее. Несмотря на более напряженную первую встречу, во второй они ведут себя уже по-другому, хоть и по факту близкими не является, но знают друг друга достаточно долго. Обратите внимание, как Ада меняет позу, чтобы не рушить образ гордой и уверенной женщины перед ним после того, как понимает, что Леон рядом. А на его шутку «Скучала по мне?» отвечает «В твоих снах». Хе, Ада говорит, чтобы Леон не волновался, и она просто работает и занимается своим делом. На что Леон отвечает «О, как раз таки я и волнуюсь». Но романтики здесь приписать не получится, по той причине, что волнение Леона обосновывается тем, что она в очередной раз винтится образцом. А после того, как началась заварушка с тираном, дала Леону возможность спасению. Однако он этого также не знал. Эх, сколько же Леон на самом деле не знает и просто, наверное, считает везением. Однако в новелле также есть отличие. Леон находит ее, как раз таки связанную, и фразу «Скучал по мне» говорит именно Ада. Она подмечает, что во время допроса человек был слишком нетерпеливый, и, возможно, ему стоило сначала раздеть ее, а что потом же хихикает и говорит Леоне «Оставить это до следующего раза». После они снова оказались невольно втянутыми в одну ситуацию. Подробности вникать не буду, ибо есть отдельный ролик на канале. Первично Леон и Хелена находят кассету, на которой видят, как Ада Вонг, как думал Леон, вылупляется из кокона, на что сильно удивляется, и волей-неволей в голову лезет мысль, что все это время она была создана искусственно. Сама же Ада также видела их еще на входе в сам собор, но также осталась в тени, до того момента, пока сестра Дебри начала мутировать. Тогда она всадила стрелу в бывшую сестру старший Харпер. Зная эмоционально Ленку та могла бы выстрелить в нее, на что та вряд ли бы успела среагировать, но сделать это не позволил Леон, и та опустила пистолет. Ответами Ада как всегда не сыплет, а Леон же, как только она уходит, пускает след в неоднозначный взгляд, ведь он помнит ту самую кассету, которую они нашли ранее. На вопрос Хелены, можно ли ей доверять, Леон затрудняется ответить. Он знает, что они по разные стороны баррикад, и она постоянно ускользает, достигнув своей цели, но в то же время она часто помогала ему и спасала жизнь. Спустя время он встречается с ее двойником, который не идет с ним на контакт и более того, даже пытается прикончить. Он же думает, что это настоящая Ада и не понимает, зачем она все это делает, и намеревается все узнать при встрече, которая происходит немного не так, как он думал. Компания ему составляет Криса своим подчиненным, который явно не желает этой женщине добра. Леон пытается убедить Криса, что она не виновник этого всего, в то время как Редфилд утверждает обратное. Леон понимает, что Крису нет причин врать, но он все равно не хочет давать ее в обиду и встает на ее защиту. Хотя по его глазам видно, он понимает, что возможно делает неправильно и прямо сейчас защищает преступника и идет против своего товарища, с которым у них очень много общего. Он не верит, что Ада могла все это сделать, но буквально пару минут назад он же сам пытался выжить в борьбе с ее игрушками. Фальшивая Ада, пользуясь моментом, сбегает и Крис продолжает ее преследование. Леон пытается надавить на Криса фразой, которая гласит «Я знаю, что ты поступишь правильно. Надеюсь, что он сделает что угодно, только не будет убивать ее». В итоге Редфилд ему сообщает, что Вонг мертва. Комментарии, думаю, тут будет излишними, так как по его лицу и голосу понятно, как он отреагировал. Леон не услышал, как именно она умерла и продолжает думать, что она погибла от руки Криса. Хотя в полной мере ее потери, думаю, он не успел осознать. Хотя, с другой стороны, он как-то уже потерял ее и, возможно, это чувство утраты снова продублировалось. Леон, wait. There's something I need to tell you. Ada Wong is dead. Copy. Sherry and Jake need you. Don't let them down. Are you okay? Let's just find the survivors and get the hell out of here. Благо, длилось это недолго, так как через нестой длинный промежуток времени она оказала при Крисе на вертолете, как против зомби, так и Симмонса. Леон не мог не поверить Крису о том, что он врал о смерти Ады. И до него дошло, что на кассете тогда был ее двойник. Сама она также не ожидала здесь его встретить и даже подшутила, что становится его личным телохранителем. Хелена тоже смогла заметить, что Ада для Леона не просто подруга, но что ответить прямо он не успел, а только лишь немного улыбнулся. И конечно же сама сцена, когда Леон прикрывает Аду своим телом от Касси и Симмонса, говоря, что они совсем справятся. Вместе. Она в своей же манере говорит, что просто прикрыла глаза и в то же время коснулась его руки. Своеобразность на благодарности. Леон понятия не имеет, какое прошлое связывает Аду и Деррика, но он не мог не слышать, что второй кричал ей и называл своей любовью. Но Леон явно не хотел ее отпускать к нему. Вместе. Субтитры создавал DimaTorzok После победы, Леон, смотря на Аду, не понимает, почему она все это время помогает и кто же такая на самом деле. Однако, он был прав, когда защищал ее от Криса, пускай и двойника, ведь знал, что Ада не способна на такое. И когда он на крыше получает от нее доказательства вины Симмонса, он точно мог бы ответить Хелене, что ей можно доверять. И она в очередной раз не оставила его в беде. На этом пока история заканчивается. То, что они не безразличны друг другу, это факт, и здесь нет никаких абьюзных отношений. Хотя Ада и довольно-таки часто может оставить Леона разбираться с какой-либо ситуацией или же использовать его, но это не отменяет того факта, что при этом она может иметь к нему чувства. Ведь она знает, что со многим он в состоянии справиться, а когда считает иначе, то мчится уравнивать шансы. Она по-прежнему не показывает своих искренних чувств Леону, ведь ей нельзя привязываться к кому-то настолько сильно. Она могла бы бросить все и сбежать вместе с ним, но с такой работы, как у нее, уволиться можно разве что вперед ногами. Ведь, возможно, она хоть и рядовой сотрудник, который выполняет задания в компании, но знает явно больше, чем следует обычному человеку. Как и со стороны Леона, особенно если противники узнают о слабостях друг друга, то могут использовать это против них же сами. Всем спасибо за просмотр, друзья. Пишите в комментариях, как вам данный ролик, да и в целом данная пара, не забыв прожать палец вверх. И желательно не средний. Ведь ваша активность помогает продвигать ролик в массы, а иеновцам остается лишь ждать, что разработчики не забудут про них, и их отношения получат логичную развязку. Субтитры создавал DimaTorzok